всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня с утра прямо я решила немного прибраться во дворе но как прибраться задача это убрать игрушки разобрать детские пока дети в школе в садике потому что они мне обычно это не дают делать и собрать текстиль и перестирать текстиль то есть уже убрать на зиму который я вот на нашей террасе находится то есть вот с этих вот кресел со всех вот этот текстиль и я буду все перестирывать ну конечно собрать как всегда какой-какой мусор тут все мои дети хвостатые все со мной и вот уши гунички торчали вот и каспер вышел в принципе погода достаточно хорошего начала мне как-то было холодно но видите потом немного разделась я конечно протираю эти стулья на самом деле на зиму не совсем наверное нужно это делать вот но я позже уже ближе когда уже совсем станет холодно я накрою вот эти стулья кресла до уже пленкой и наверное такая ставлю здесь на террасе стоять потому что брать них особо некуда кассирюши сел прямо рядом с камерой он же главное у нас среди хвостатых поэтому во главе сидит в общем немножечко нужно подмести палку вот я выкинула это моих девчуль не играют принципе как такового мусора нету так немножечко прибраться и вот эти цветы это петуни у меня здесь были ведь они совсем у меня уже завяли засохли их я уже выбросила но вот и самое главное это игрушки все игрушки у нас находится как бы под домиком и в самом домике я их разбираю и выбрасываю только ломаные плюс там много знаете таких непонятно чего какие-то кусочки пластика непонятно откуда какие-то крышки непонятны в общем все это я обычно по осени выбрасываю в пакет собираю а сами игрушки которые в хорошем состоянии я их конечно же оставляю ну там какие-то бумага какая-то в общем все туда то что натаскали дети за лето все это я конечно же хочу убрать и привести там в порядок потому что дети уже у меня не будут там играть потому что у нас достаточно холодно вот еще обещают дожди и но они не играют и зимой в эти игрушки не играет я их просто оставляю в этой песочнице ну тем самым скажем так закрывая сам песок от хвостатых вот вы поняли о чем я вот в общем все видите вроде вроде чисто все равно мусора насобирала я достаточно много вот здесь я пытаюсь снять вот эти вот гамак но мне не получилось не получилось его развязать но ничего страшного муж потом приедет и снимет не ведь у нас достаточно ветрено на улице так ну что я все прибрала самая стойка у нас бона бона самая стойкая все остальные пошли домой уже вот здесь убрала здесь у нас самокаты но еще мальчишка меня катается на самокатах и здесь вот вот эту полочку протерла окна потом помою здесь вот у меня муж сделал из короче это остатки досок он не сколотил вот такой ящик смотрите какой хорошенький не знаю только куда его использовать муж говорит надо сюда просто поставить два кашпо и будет такая красивая те же питунья например посадить цветочки там будет такая красивая как это сказать правильно клумба вот но не знаю пока поставила сюда этот ящик потому что брать его мне некуда и вот эти вот сложила столик я убрала у меня же это натуральный ротанг столик я убрала в библиотеку там я как раз сижу с ноутбуком монтирую видео для вас вот поэтому мне очень удобно и плюс него там стекло есть я как-то не захотела на улице оставить ну вот все подмела террасу там более же тут эти цветы еще оставила и он те в кашпо тоже оставила спарить сколько мусора целый пакетища собрала там чё там только не было вот часть которую я отнесу в дом но во первых вот это оружие это играет у меня старше и тапки это еще ничего там еще костюм человека-паука моего младшего сына его я постираю тапки тоже помою это еще ничего я прошлом году когда убиралась находила футболки шорты плавки в общем для тех кто спрашивает куда мне детям столько одежды вот но я еще не весь двор прибрала так что все еще впереди здесь вот хотела брать хотела чтобы мальчишки сами убрали вот этот кирпич и в итоге короче начала сама убирать начала красиво туда складывать в итоге пока убирала перепсиховала думаю я как бы не играю в это почему я должна убирать да как всегда там оставила игрушки это все у нас останется на зиму здесь здесь игрушки на самом деле не особо у меня уже дети играют в эти игрушки но у меня же растет племяшка вот и он на следующий год как раз приедет и выберет там себе все что нужно все что ломаная переломаная я все выбросила все вот там в пакете хотела снять вот эту вот этот гамак на нем дети у меня тусуются и вон ту но мне не снять гамак не не развязать он там завязан в общем мужа попрошу он не сделает в общем ну и тут все собрала мусор весь я умничка и хочу вам показать пойдемте покажу что у меня еще в огороде живет так сейчас с вами пройдем здесь мы яблоки уже все собрали нас еще остались вот на этом дереве вот эти вкусные яблочки очень они нам нравятся общем кто же там уже чуть-чуть совсем осталось видно наверное вот соберем так здесь я тоже кстати как-то на днях прибирала все здесь у меня стала зелень вот это вот кудрявая петрушка 10 необычная петрушка это кудрявая петрушка она мне очень нравится вот это вот кудрявая она такая маленькая компактненькая тут у меня живет и я до сих пор срываю а это базилик на самом деле вот тоже уже пора я его не буду сушить мне он не нравится особо вот тут хрен мята клубнику тут тоже вот и здесь вот у меня как раз кабачки но я думаю что кабачки все хотя они смотрите цветут но это сейчас тепло обещают снова похолодание может быть они видите пустоцветы есть конечно вот и вот там это меня видите маленький кабачок еще один нарастает вот там вот все больше нету больше нету кабачков вот так что так что кабачки все вот у меня и здесь вот здесь у меня кинза но она маленькая и поздно повторно посеяла но все равно я выдергиваю отсюда вот у крупы совсем чуть-чуть у меня осталось и салат но салатом тоже больше уже не будет я его просто выдергиваю также делаю в салатик это у меня многострадальная моя цветная капуста которая конечно пыталась там завязаться но в итоге так и не завязалась от ее оставила думаю ну вдруг но уже сто процентов нет а здесь я посеяла тоже салату там и редиску девочки смотрите она нарастает у меня я уже парочку тут выдергивала вот но очень медленно конечно растет но ничего страшного холода начнутся и всю выдерну и съем вот тут у меня кукурузины остались тоже их уже на раз снимать надо скоро и 2 капустины остались вот которые ждут тоже своей участи которые поели вот так вот те кто только можно но ну пока живут пока я не хочу ничего из них делать поэтому пусть пока тут живут как соберусь смысле видите как она мне поедена вся как соберусь смыслями и и хочу маринованную сделать и земляника тоже я ее прибрала и здесь вот тоже многострадальная свекла которую же тоже надо выдергивать но она у меня вообще в общем очень мелкая такая короче мне нравится и морковка но вот морковку тоже как увидел выдергиваю во все тоже чуть попозже когда уже совсем похолодает я ее все выкопаю все а сейчас я просто мне нужно там на суп я пришла выдернула одну штуку и все вот так что он и кстати клубника видите цветет это вот моя ремонтанная тут у меня в разнобой в этой грядке все сидит вот ну на вот такая вот миленькая но вкусно очень вкусно сладенькая такая прямо обалденная вот так что вот у меня осенний огород лего еще валяется как всегда что он делает огороде еще это моя тренога так что как раз сейчас перестираю вот этот текстиль весь еще вот там у меня тоже лежит тоже его перестираю вот и в беседки пока не буду там у нас беседки пока яблоки еще стоят вот муж из них меня сидер делает вот он там видите у него там всякие штуки сказал пока не трогать но только если текстиль уберу но текстиль уже завтра простой может быть частично сниму как у меня машинка не умрет потому что еще обычное белье нужно постирать в общем пошла я в душ вот пошла загружать стирки и вот этого тоже надо помыть вот эту корзинку помыть не игрушки храним это игрушки девчули тоже в домой занесу потому что они мне мало на улице находится только бон одна стойкая женщина все остальные домой пошли спать хотя не так уж холодно сейчас солнышко вышло вообще красота да боссе думаю доча думал поросу ну все пойдем в душ надо мне будет уже за сыном ехать за старшим в школу мы тут забрала сыночка я со школы и мы тут короче как сумасшедшие решили поехать в лес погулять как погулять мама грибы хочет пособирать конечно конечно правда сухо не забудь грибы меня да вот сейчас вам покажу наш лесок вот взяли с собой собак да со старшим сыном причем собак отпустили с поводка но здесь лес же они у нас левых никогда не отпускал с поводка он так переживает грязь мама мама говорит они это они вредные щас вам покажу лес сухой даже мы в кроссовках вот лёшим переживает за собак какой-то грибочек девочки на это кстати этот типа маховичка бонать бонус счастливая вообще счастья нет предела единственное что мы им воду не взяли он джуз тоже бегать лёвых собирает в кучку вот моим воду не взяли но мы не мы не мы ненадолго гриб с белыми точками коричневый с белыми точками это поганка а это сыроежка сыроежки мам не хочет брать поганка вот это вот это сыроежка а это это кстати грибы это знаешь что это эти по-другому свинухи они условно съедобные то есть принципе комары еще но короче переживает еще что собаки потеряются машину украдут короче что но я если что деньги взяла документы правда машине остались чтобы не потерять в лесу вот вот радостная бонус то ли это же в лесу не было пришлом году болела мы не брали так что мы шляемся лесок у нас красиво нас тут такое вообще это парк здесь собак у нас выгуливают ночью приезжают с города все это парк считается я хочу туда пройти там обычно грибочки но здесь собираем грибы но все переживает за собак всех созывается зывает вот что у нас тут такой красивый лесочек там горькушки мы конечно поздно время три часа мы в лесу вот нашли время конечно смотри какая огромная сыроежка а сыроежки не нужны нам нужны белые подберезы телево гуляем до босенька до бой какой-то грибочек а это такой на дереве который живет такой тоже не надо в общем в общем пока нашли только один было наше все было все умаялась сюда умаялась на все обнюхала уже а джусу вон она там я вообще пофигу она не встает на чуть-чуть совсем мы собрали грибочков хотя она не бегает особо агром около нас здесь понял да она уже короче устала и на газа джусу не пойдем потихонечку бог ой смотрите грибок а мы бы мимо прошли боночка так так гриб нашла оказывается это кстати эти подберезовики вот это года нам грибочек нашла и там кстати тоже это маленький подберезовик смотрите какая боночка умничка у меня уже маленький подберезовик беленький а тут берешь да какой-то беленький подберезовик у меня и про морального подберезовик чтобы она мало и побежала уже куда-то побежала бона такой лесок идем уже обратно в обратную сторону потому что кому-то тяжело грибочки нам нашла и самое интересное что мы выходим на дорогу а собаки ну как бы бегут то есть впереди кто-то там вот зависает вот как только заходим в лес они сразу около меня трусишки охранницы тоже мне у меня должны охранять нет они меня охраняют чтобы я не сбежала и не бросила да смотрите как у нас лес красивый красота тут вообще это считается не леса парк он находится между поселком лисий нос и ольгина на стране ближе к приморское шоссе приморское шоссе да этот как его называется короче вот там финский залив и на стране где финский залив хотя некоторые на ту сторону тоже ходит так по лесочку вам хоть еще грибочки может есть какие-то джусси 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 ко мне джусс ты чего не слушаешься да у нас джусси отзывается на бону бону зовешь и сразу бежит свое имя она не всегда бежит вредная женщина почему вот так вдоль там в глубину мы не будем идти там приморское шоссе переживает детей потеряются у него машину украдут собаки потеряются я как всегда идем домой мою там бедняга ну лодыряно на самом деле не то что тяжело она просто до джусси на наша счастливая все бегала даже не дышит тяжело и плеч от боны которые уже рядышком рядышком идет язык высунула убежит она никуда не переживайте господи ребенок за собак переживает бегут у нее бона он рядом идет и васил в тупику и убегание кому не нужны переживает бросим ее здесь в лесу поедем домой ну а еще чуть-чуть там пройдем один что воду грибов мы не собрали точнее собрали нас всем чуть-чуть на самом деле если собирали все то собрали бы много как не очень много на самом деле очень мало я бы сказала грибов мы не собрали например пол пакетик не имеешь чем пол пакетик вы собрали но мы нашли один мухомор нашли один мухомор до два мухомора вот так что так что покажу вам дома что мы нас собирали так вот и то что мы собрали это и все совсем чуть-чуть на самом деле погуляли мы наверное но минутцу но в общем не больше часа это точно вот но мало того что там уже ходили вообще в этом месте часто ходят но приезжает на машинах там в основном для того чтобы выгуливать собак больших собак овчарок знаете там хаски в общем и все вот эти вот такие крупные породы вот их там ну потому что можно отпустить без поводка и без намордника собака может вдоволь набегаться накормил ее уже я переживала за нее очень сильно потому что потому что мне ветеринар когда вот мы были она мне сказала не нагружать собаку девять лет и но у нее уже как бы сердечко не то чтобы вот вот она стала знаете язык высунула и ходит за мной прям по пятам за мной я начала переживать думал может она себя плохо чувствовать начала ничего в машину побежала в первых рядах и сейчас тут ничего он их покормила так что ничего нормально хорошо погуляли домой еще поедешь ну нафиг у вас да но она мне кажется еще больше перевозбудилась из-за машины знаете потому что обычно если садимся в машину анджуська есть садимся машину значит и едем к ветеринару обычно у них такая история в общем покушали сейчас будут спать дрыхнет под песни так и по поводу грибочков кстати мы еще младшего садика забрали учимся вчетвером такие заехали за младшим поводу грибочков вот это это волнушки вот вообще если вы не знаете не умеет ну не знаете грибы то лучше вообще не собирать одним словом вот вот это это под березовик на самом деле боюсь что это ложный может быть под березовик ложный под березовик обычно отличается тем что он горький и розовеет вот этот мне возникают конечно вопросы то есть на месте среза он будет розовым вроде не горький и по вкусу горький должен вот вот это точно под березовик вот маленький такой так вот это это масленочек это точно масленочку не вот это и шляпка снимается волнушки показала а вот это вот это маховички вот это это козлячок он потому что тоненькая ножка в общем тут в основном у меня козляки маховики их можно сушить их я посушу это что у меня тоже маховичок козлячок вот их я посушу а вот этими волнушками я их наверно творю волнушки вместе вот с этим и пожарим так так у меня что вот этот начал но он разовить на общем сейчас полежит посмотрю не будет ли он разовить на месте среза в общем сейчас почищем займусь немножко грибами и еще мы когда уезжали как раз подъехала доставка с озон вот и вот что я заказала по вашим же получается рекомендациям заказала там вот эту оболочку здесь 10 метров в общем по отзывам я не знаю какие вот марки вы покупаете там же они разные все вот поэтому я не знаю вот видите написано дата изготовления 19 08 он то есть получается свежая наверно да сколько у него срок годности я не знаю в общем почитаю посмотрю 12 месяцев вот написано в общем взяла вот такую на нее были хорошие отзывы вот так что буду делать фарш у меня есть свой который я сделала так что супер вот ну и конечно же я чего просто посмотрю озон и все да то есть просто оболочку закажу все конечно же нет смотрите что я еще заказала это в детскую гардеробную потому что они мне приходят со школы садика и разбрасывают всю одежду по всему дому до владик в особенности владик младшему я им заказала вот такую стойку она должна быть небольшая вешать сюда тоже какой-то пакет или что просто что-то повесить и 2 я заказала вот такую костюмную вешалку вот такой вот металлическую сейчас приедет муж у меня с работы может быть сегодня соберет я попрошу сегодня чтобы вот так вешать школьную форму брюки и кофту потому что потому что все все разбрасывают так что вот такой вот еще у меня заказ кому вдруг интересно могу оставить вам ссылки на вот это вот это в общем уж придет какая-то смешная если ночью старший соберет посмотрим правда он устал он перенервничал сынок старше сказал соберет правда перенервничал в лесу из-за джуси из-за машины как я уже говорила в общем кошмар боялся всех потерять и меня и папа же оставил его за старшего да когда папа нет у нас старший старший не я он вот и поэтому он боится что все потеряются папа потом будет его ругать да а девчули все видите все поели и все одна тут калачиком свернулась вторая но напротив кухни здесь вот у нас кухня напротив чтобы быть в курсе если что до 8 мама за тебя так переживала думала ты все у меня все думала у меня не сидишь на самом деле вот нельзя так собака нагружать там бегать заставлять вот у нас было одной соседки у них была овчарка тоже в возрасте семь или восемь лет ей было вот и она что-то у них начала толстеть и они решили сели на велосипед и собаку бежала вот за велосипедом чем они сделали кружочек приехали домой собака легла и все собаки больше нет поэтому я из-за этого очень переживаю за вот эту мадемуазель мадемуазель мадам думаю плохо станет я же не дотащу не дотащу тебя мою дочу да вот только хорю хорюша мамина джуськин упала тоже не дотащу ее поэтому но надо на самом деле мы тут старшим сыном решили что почаще будем туда в лес ездить хотя бы раз в неделю до чтобы она могла побегать в лесу и правда не очень понравилось а вот это и в итоге понравилось хотя она на самом деле трусишка у нас зайка серенький но она прям вообще такая прям довольно довольно и сейчас еще покушала такое пищи красота да в общем сейчас будем вешалку собирать а девчонки спите мой хороший хорошенький наш так ну что сын собрал дети пока поспали вот эти хвостатые возьми крыбон стил нет мне кажется больше из-за стресса набона так точно потому что она знает что если ее везут на машине значит все плохо потому что последние дни мы всегда если последнее время если на машине то значит ветеринару вот но еще пойдем сыном решили еще раз сходить вот так собрал вешалки вот такая вешалка смотрите она небольшая она где-то наверно полтора метра высотой коробка валяется вот вот такие вот у него крючочки такие разные но как раз вот мне нужно было такая маленькая чтобы младший вешал и в общем прикольно и вот такая вот она складывается покажу покажу сейчас уроним как всегда вот так вот складывается можно поставить вот и у меня как раз вот прийти повесить брюки у меня в рубашке не ходят старший сын в футболке пола повесить брюки футболку пола это это старшему а это получается у меня будет часть младшему он приходит тоже снимает джинсы в общем тоже одежду и матч у меня обычно говорит мама мне не достать мама мне это я не знаю куда убрать все все теперь не как говорится это самое все халява закончилась ну и соответственно вот сюда вот тоже все это будем будем вешать так что вот такие вот у меня супер нужные покупки вообще я на самом деле крайне редко делают заказы на озон вальборис мне вообще не нравится во первых потому что у меня пункт выдачи далеко озон мне привез прям прям все привез на дом это супер вот поэтому у меня там часто на озон заказывает муж что-нибудь ну там всякое всякое его нужно ему там сыну там не знаю какие-то там чехольчики на музею чего-то там такое всякое ерунду но я теперь тоже подсела я скачала приложение я не сотрудничаю с компанией озон эту я знаю любят мне писать что типа я всем подряд рекламу делаю бесплатно девочки на как это сказать ну в общем за спасибо даже не за спасибо вот просто покупая так же как вы короче не в этом дело вот ну и на сегодня я уже буду с вами прощаться не знаю насколько длинный получился влог сейчас загружаю другой для вас вот но буду стараться выкладывать каждый день снимаю по крайней мере каждый день вот осталось только все это редактировать и выкладывать так что надеюсь что вам понравилось погуляли со мной по лесу вместе вот мы сейчас будем уже уже время 6 часов сейчас приедет муж скоро мы как раз будем ужинать девочки покормил уже не опять спать укладываются вот и и в общем в общем поужинаем и будем уже отдыхать сынулька нам подустали конечно сын у меня вообще перенервничался пошел уроки делать сказал вообще боялся за джузи за бонус что мы их потеряем в общем как всегда вот ну и на сегодня буду с вами прощаться надеюсь вам понравилось такое видео было для вас интересным не забывайте им возможно в полезном да не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч